Ты обещаешь, что это сделаешь? Да, сделаешь. Сделаю. По выходным? По выходным, сделаю. Плачу деньги сделаю. Отремонтировать лестницу обещание от подрядчика не единственное. В разгромленном состоянии находится вся школа-интернат номер 26. И оперативного участия требует практически каждый уголок. Основные работы уже сделаны. Приступили к замене коммуникации, покраске стен. Фасад и крыша ждут преображения. Это самый большой объект в капитальных ремонтах этого года. Объект такой особенный, потому что школа с интернатом. И, соответственно, мы озабочены буквально ежедневно здесь бываем на объекте. Пытаемся повлиять на ход исполнения. Больше всего у нас опасения, что в срок могут немножко не уложиться. Но мы 15 число ставили с запасом, поэтому, я думаю, к 20-му будет все готово. Десятки лет в школе не проводилось капитального ремонта. Изношенные сети и морально устаревший вид самого здания, мебели и оборудования постепенно обновляют благодаря государственной программе развития образования. От федерального центра пришло порядка 60 миллионов рублей. Плюсом дополнительное областное финансирование пополнило копилку школы до 100 миллионов. Но даже этой суммы для комплексного и полного ремонта школы недостаточно. Конечно, чтобы отремонтировать всю школу, этой суммы недостаточно, потому что ремонта здесь не было очень долгое время. Подрядчик говорит, чтобы отремонтировать всю школу, нужно 250 миллионов. А значит, закончив один ремонт в этом году, начнется другой. В следующем, говорят ответственные, федеральные гранты, программы и проекты. В помощь. А пока сделать комфортное здание для учебы, отдыха и спорта детей – задача номер один. Дедлайны горят, замечания сыпятся. Несмотря на это, работы продолжаются. Уже закуплено оборудование. Осталось привести в порядок стены. Капитальный подход к работам в шести учреждениях области, во всех школах, без отставания по графику, кроме 26-й. За три недели должны догнать и перегнать. И, по словам подрядчика, для этого все ресурсы есть. Маргарита Матюшинская, Бахтияр Салтанов, репортер 73.